Доброе утро, дорогие мои слушатели Радио России, Радио Дон ТР. С вами Андрей Константинов, за режиссёрским пультом Александр Аракелян. Весна, время обновления и возможности по-новому посмотреть на привычный мир. Вот у меня к вам, мои дорогие слушатели, с порога вопрос. А как вы относитесь к рейтингам? Доверяете ли им? И пока вы будете думать, поделюсь, что происходило 9 апреля в мировой истории. В 1667 году в Париже прошла первая в мире публичная выставка искусств. В 1859 году, 9 апреля, 23-летний Сэмюэл Ленхорн Клеменс получает свидетельство, разрешающее водить ему речные пароходы. Двумя годами ранее он устроился помощником капитана на Миссисипи, выполняя поручение газеты написать серию юмористических писем путешественника. А через два года он вернулся в журналистику и начал подписывать свои заметки псевдонимом Марк Твен, термином речников, которым они обозначали безопасную для плавания глубину. А в 1921 году, в этот день в Ялте, был открыт литературно-мемориальный дом-музей нашего Антона Павловича Чехова. Конечно, невозможно присвоить Чехова, но приятно, что он наш земляк. Мы сегодня в нашей программе тоже будем говорить об искусстве, но об искусстве жить в благоприятной среде. Недавно Минстрой России опубликовал рейтинг городов с благоприятной средой. И в нем Донская столица уступила Аксаю, Азову и Таганрогу. А вообще, что такое благоприятная среда? В чем она выражается? В много- или малоэтажности? В цвете или количестве цветов и деревьев? Как ее ощущают горожане? Обсудить новость пригласили Артемия Зайцева, блогера-урбаниста, автора канала Артемий Зайцев. И в пабликах есть у Артемия Зайцева «Урбанистика Ростов-на-Дону» и телеграм-канал «Урбанистика Ростов-на-Дону». Артемий, доброе утро! Здравствуйте! Рады вас, конечно, приветствовать в нашей студии. И что хочется сказать сразу? Ну вот, казалось бы, Ростов уступил. Жаль? Жаль. Кому-то жаль. Кто-то, может быть, скажет, ну и ничего страшного, есть куда тянуться. Но ведь есть в этой истории суперприятный момент, что по итогам, например, 2020 года всего 4 донских города были в списке. Вот в этом большом, огромном списке городов. А теперь их целых 15. Что стратегически меняется в городах Ростовской области? Ну, это такая особенность рейтинга. Ага. Вот. Мы уступили Оксаю, и я этому очень рад. Оксай действительно очень благоустроенный, хороший город. Я там был, обошел его весь. Там, ну, они там даже выигрывают конкурсы областные на памятники, на благоустроенные пространства, деньги выдают. Ну, то есть стараются, понимаете. Но вообще, то, что Ростов проиграл Оксаю, это ничего не значит, потому что они в разных категориях. Оксай – малый город, а Ростов – крупнейший город. И есть поправочные коэффициенты какие-то, которые, то, что для Оксая хорошо, для Ростова очень плохо. Ну, так, например, город Краснодар в прошлом году, по итогам 22-го года, набрал просто в астрономические 232 балла. Так. И опередил Ростов, у которого было 212. Ну, значительно. Значительно. Но Краснодар считался крупным городом, до миллиона. А сейчас Краснодар считается крупнейшим городом, миллион. И у Ростова 223 балла, мы прибавили 11, а Краснодар – 225, и он потерял. Но он все равно опережает Ростов. Вот меня это больше всего расстраивает, что нас опередил Краснодар. Я интервью давал в прошлом году по поводу этого рейтинга. Ну, и говорил, что Ростов постепенно утрачивает статус столицы Юга России в пользу Краснодара. Ну, и там рассказывал про то, что у нас численность населения не растет в Ростове больше, а в Краснодаре растет. И уровень зарплат в Краснодаре выше, и народ едет больше в Краснодар, чем в Ростове. Теплее там? Ни капельки. Мне кажется, в Ростове тепло, там жарче. Ну, если брать климат, рассматривать под определенным углом, то уже нужно. Ну, краснодарцы каким-то фантастическим образом продают свой климат. Они говорят, нет, 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 у нас весь край жаркий, но вот в Краснодаре у нас прохладно. Я не знаю, как они это, вот кому они это вешают, да, там по наехам своим. Но факт такой, что в Краснодар едут больше, смертность в Краснодаре ниже, там молодое население. Там, ну, население столько же, сколько и у нас. Ну, с одной маленькой особенностью надо сказать, что по переписи мы все равно впереди чуть-чуть, чем город Краснодар. Ну, им это год-два, там, всего лишь. А Ростов не растет с 2020 года. Это неприятная тенденция. Ну, хорошо, давайте все-таки мы о рейтинге, о том, что произошло вот непосредственно буквально на днях. Он был опубликован. Данные говорят, что территорию оценивали по 36 показателям. Да. Вопрос возникает такого рода. Справедливо ли такую методику использовать и для города-миллионника, и для совсем небольшого, едва дотягивающего до 100 тысяч жителей? Ну, я ответил на этот вопрос. У нас города просто в разных категориях. Вы упомянули, что какой-то коэффициент используется. Но вместе с тем, почему-то же не делают отдельно. Вот по какой-то причине не делают, не ведут отдельно. Условно, города-миллионники оценивают, и, допустим, отдельный перечень, отдельный список городов, которые там до 500 тысяч человек населения. Ну, мне кажется, чем меньше город, тем легче ему достичь максимального балла 360. Просто ему больше прощают. А чем больше город, у вас должно быть и это, и это, и это, и это. Все должно быть хорошо. Вот и хочется, чтобы картина-то была объективная, а здесь получается... Так вот эти поправочные коэффициенты для того и созданы, что, смотрите, вот этот маленький город, Аксай, ну, он лучше, чем Ростов. И человек обычный, ну, просто это из масштабов города следует. Он понимает, ну, да, там, можно пешком дойти, где хочешь, в Аксай, допустим. В Ростове нужно обязательно, чтобы транспорт был хороший, дороги были хорошие. Ну, чтобы, ну, там, трамвай у нас был, в конце концов. Чтобы у нас все это было, а в Аксай это не так обязательно. То есть, у них есть, конечно, свои автобусные маршруты, буквально там 1-2 на город. У них есть пригородные маршруты с Ростовом. Ну, и все. И достаточно. То есть, то, что маленькому городу достаточно, то большому городу просто обязательно необходимо. И крупнейшему еще больше необходимо. Вот, мне кажется так. То есть, какие-то города, как, например, Грозный, да, они там в топе рейтингов. Ну, конечно, Москва первый город, Санкт-Петербург, понятно. Ну, там транспортная инфраструктура значительно. Там все лучше, там выше. Ну, если мы начнем обсуждать показатели отдельные, да, то они сгруппированы в 6 групп. Ну, давайте хотя бы упомянем их, да, это же касается методики. А всего показателей 36. Ну, 6 по 6, 36. Вот. У нас есть группы. Жилье и прилегающее пространство, улично-дорожная сеть, озелененное пространство, общественно-деловая инфраструктура и прилегающее пространство, социально-досуговая инфраструктура и прилегающее пространство, и общегородское пространство. Вот у нас есть 6 групп. в каждой группе можно заработать 60 баллов и вот если мы зарабатываем все мы получаем 360 если зарабатываем половину 180 и авторы рейтинга когда его придумали в семнадцатом году сказали что те кто не дотягивают до 180 у вас ну как то свой город с неблагоприятный неблагоприятной средой да это прям как-то звучит совсем а от 180 с благоприятные представляете и у нас в этом году какое-то чудо произошло и у нас все города даже самые отстающие подтянулись до 180 и у нас теперь морозов 180 миллерово 180 зерноград 180 зверево 180 чудо какое-то да и такого бывает скажите что все такой раз и достигли какого-то но с другой стороны это можно считать отрадным фактом да замечательно что так так вот и подождите кто у нас отстающий новошахтинск 164 шахты 179 батайск 197 он уже благоприятный хотя я был в батайске там страшно давайте о батайске мы еще чуть позже обязательно поговорим смотрите что получается вот если исходить из того что вы сделали такую ремарку да вот я смотрел семикаракорск там достаточно небольшое число жителей пролетарского там около 20 тысяч вот им по факту в любом случае всегда при любых раскладах попасть в рейтинг благоприятности будет легче чем нашему миллионнику ростову вот получается что вот это вот берут они тем что маленькая территория ее легче облагоустроить и легче всю инфраструктуру вокруг создать ну в принципе да потому что тут есть такие показатели они кстати для ростова которые звучат как в единицах на квадратный километр и чем меньше квадратных километров понимаете тем лучше показатель безопасность передвижения вблизи учреждений здравоохранения образования культуры и спорта единиц на квадратный километр понятно что это такое тут да давайте давайте просто логически порассуждаем в том же пролетарске это может быть там две поликлиники и одна больница и пересчитаем сколько на ростов до приходится сколько больниц нет у них только поликлиник них видимо у них видимо должны быть какие-то дорожно-транспортные происшествия ну нет или ну короче говоря они должны проводить какие-то мероприятия наверное было ну я пока вот за этот показатель не читал на повышение безопасности но на километр вы понимаете а километр там может быть какой угодно мы к ростову можем приписать там сельские районы но мы же их не приписываем да или вот еще хороший показатель концентрация объектов культурного наследия единиц на гектар ну таганрог новочеркасск ростов да вот а какие-то вот города новый волгодонск у них там нет ничего до автоматом он не попадает ну потому что атомную электростанцию не впишешь сейчас вот и если мы возьмем какой-нибудь азов ну в азове там вот эти вот ну то там конечно памятники не не здание там памятники это именно вот раскопки что там делают ну там много тоже то есть азов у нас хороший получается а волгодонск плохой потому что он новый современный город нету объектов и вот нет объективности тогда получается то есть рейтинг есть объективность у него имеет такой характер субъективизма я бы так сказал артемий давайте мы сейчас прервемся настало время гороскопа и музыкальной паузы дорогие слушатели мы продолжаем разбудильник и беседу с общественным деятелем урбанистом артемием зайцевым артемий давайте попробуем составить рейтинг с другой стороны со стороны жителя вот на основании каких критериев человек выбирает себе место жительства ну по-разному то есть ну вот где родился там пригодился да или вот ну чаще всего едут туда где лучше работа где больше зарплата в этом смысле ростов-на-дону проигрывает краснодару и мне вот именно за этот показатель безумно грустно потому что ну что такое средняя зарплата и и можно по-разному считать но вот разные рейтинги например по сайтам объявления о работе или о зарплатах средняя по предприятиям крупнейшим краснодар чуть-чуть опережает немножко но с какого-то момента он опережал там на 2 на 3 на 3000 каких-то рейтингах уже на 5 поэтому вот человек выбирая город где он хочет жить с севера приехать в ростов или в краснодар он там смотрят вакансии ухты в краснодаре больше платят поеду я туда несмотря на то что в краснодаре гораздо больше проблем чем в ростове то есть мы когда-то очень много всего сломали испортили то есть ростов-на-дону может быть гораздо лучше город чем краснодар если мы ничего не ломали ну вот сейчас мы будем трамвай восстанавливать именно восстанавливать потому что он у нас раньше был на проспекте с тачки ворошиловском и нагибе на орбитальной то есть он но его восстанавливаем и чуть-чуть достраиваем а краснодару это делать не надо они только достраивают ту свою сеть которая в них уже есть хорошо работает вот поэтому человек он выбирает еще ну вот рекламы кстати вот краснодарский край себя фантастически разрекламировал помните если есть на свете край это краснодарский край ну а реклама ростова где была вот кто рекламировал ростов как ну столица юга ночью столица юга вот завтра у нас столица юга будет краснодар ворота кавказа у ворота кавказа да но у них там как бы центр кавказа да мы как бы с края то есть еще так можно посмотреть вывод надо что-то найти новое ну новое а что новое не на самом деле у нас есть отличные качества особенно там культура образования вот сети гуманитарно у нас университеты крупнейшие у нас предприятия крупнейшие масса ростельмаш работы у нас вертолеты делают то есть у нас уровень образования ну достойнейший до уровень зарплаты так себе вот и как повышать зарплаты это вот вопрос к нашим местным властям вот я ору кричу что нужно увеличивать количество рабочих мест в дальних районах то есть что у нас происходит раньше строили просто дома в поле ну типа суворовский платовский или венцовка там просто вот определяли что здесь когда-нибудь будет школа здесь когда-нибудь детский сад и не строили сейчас требование надо строить детский сад школу при комплексном освоении территории ну хорошо строит их а рабочие места до сих пор не требуют чтобы у нас была доля обязательная общественно-деловой инфраструктуры не социальной и не жилой то есть площадь не жилой и не социальный что это такое это для создания рабочих мест чтобы было офисное здание чтобы мы там сняли офис чтобы арендная плата была небольшой сейчас же везде в ростове очень высокая арендная плата за офисы у нас все услуги дорожают и как по всей стране в общем тенденция это понимаете это зависит от местных властей сильно очень зависит то есть вот что делает мэр москвы он выкручивает руки застройщикам говорит хотите строить комплексно хорошо вы построите мне район но так чтобы в нем рабочих места было не меньше чем жителей потому что москва она столкнулась вот с этой ситуации когда были гигантские пробки в центре города они же их разрулили и не только это строительство дорог и не только это строительство метро собянин рассказывал что у них доля работающих за пределами 3 транспортного кольца была 30 процентов а теперь стало 50 за пределами транспортного 3 транспортного кольца то есть они вот на окраинах развивают рабочие места и еще ну москва там понятно там еще из области к ним идут они тоже на этих окраинах москвы работают вывод надо развивать окраины надо развивать окраины но не строительством жилья а строительством не социальной нежилой недвижимости но с другой стороны если говорить о значении близости места работы учебы для места проживания в том же ростове все значительно компактнее нежели если взять тот же краснодар да это радар растянут он так сайте более раздвину ростов самый компактный город из городов миллионников в россии ну и приблизительно по размеру с краснодаром сопоставим по компактности то есть краснодар тоже компактный правда краснодар очень такой неравномерный сильно неравномерный да а ростов какими-то такими вот кольцами обрастал в разные периоды не он более такой равномерный мы когда сделаем говорю трамвай а я еще предлагал городскую электричку развивать как наземное метро то у нас как бы будет все хорошо жаль что не пошли по пути легкого метро ну легкое метро это будет трамвай да нет легкое метро но над дорогой трамвай он будет по дороге тут тоже есть свои нюансы но мы не будем сейчас в это углубляться я хочу вот что у вас спросить замечаете что происходит миграция из больших городов в пригородные коттеджи ну ближе к природе подальше от смога не замечаю вот что именно миграция я я видел много людей богатых у которых есть деньги которые строят себя дом и как будет не миграция это просто дача вот не переезжают туда так чтобы на постоянное а есть те которые из области едут к нам или с севера едут к нам и у них на севере очень сложно построить дом у нас на юге условия климатические лучше у нас землю выдают у нас вот эти все льготные ипотеки есть в том числе на строительство индивидуального жилого строительства и вот ситуация на рынке сейчас такая что застройщики задрали цены на квартиры настолько задрали что стало выгодно даже строить собственные дома вот ну дом он всегда дороже вы понимаете он же с участком вместе и вы сами там строите в этом платить абсолютно за все за подключение рации за все да но но вот если вот наши застройщики ростовские там меньше 100 тысяч за метр не просят до в центре там больше 200 то как бы человек думает я буду жить лучше в своем собственном доме пускай далеко от центра до или в в квартире но за такие большие деньги ну там люди выбирают дом построить ну кстати у нас же в самом городе очень большой частный сектор две трети города частный сектор огромнейший но он тихо тихо тает так уж если разобраться как вы считаете как я это поддерживаю что значит тает у нас есть часть частного сектора который генеральным планом обозначен как зона перевода в малоэтажное строительство зона перевода много это то есть у нас есть часть и действительно часть частного сектора которая вот тут под перевод а есть часть частного сектора которая находится на основных магистралях в генплане их еще не построили они просто линии жирные обозначены ну как например улица вавилова у людей на вавилово выкупают их дома и прокладывают широченную улицу она официально четыре полосы но на самом деле 8 там есть боковые проезды то есть то есть кроме 4 главных есть 4 боковых 8 полос представляете и сколько нужно выкупить участков длиной 3 километра немало да вот это гигантский проект вот люди жили на земле думали что они в частном секторе живут но в генплане они жили магистр на дороге магистрального значения общегородской так что там справедливо ну вот если вы будете где-то выкупать там смотрите там что у вас в генплане хорошо будем на это обращать внимание скажите артемий вот есть тенденция внутри городов создавать зеленый зеленые кварталы вот наш левый берег можно рассматривать как такое движение я не очень понял что значит зеленый квартал ну где все сразу да и коммуникации и в тот же момент и парковая зона формируется называется комплексное освоение территории то есть по-научному это так ну да и у нас она с простых людей это зеленый квартал у нас она так то есть у нас строится дома у нас строится социальная инфраструктура и у нас по нормативам по нормативам положено чтобы в радиусе какой-то там доступности были зеленые пространства а если их нет их надо сделать спортивные объекты если их нет надо сделать но вот знаете как бы в нормативах там все есть все учтено и в комплексном освоение территории вы это видите то есть вы видите что застройщик строит новый район и говорит здесь будет парк вот идеальный пример старый аэропорт образцовый как администрация области им занимается вот я им ну как бы доволен как урбанист да то есть сделали план показали где бульвар показали где парке все показали все разметили сейчас там идет стройка понятно что застройщик может это не сделает значит это будет область сделать ну как если застройщик обязуется это сделать если это в плане есть согласован он же он же только свою маленькую часть пока делает пока он пока вот за комплект ну вот в рамках своей части вот первого этапа строительства что-то такое он-то что-то сделает другой застройщик ну не застройщик я имею ввиду собственник объекта делает нам центральный автовокзал с торговым центром которых и они будут вот как то вот а вот между ними будет какой-то парк пока вот его не делают но будут делать куда денутся тем более рядом правительственный квартал это невозможно не сделать а вот есть другой пример левенцовка огромную погромное поле поделили между разными застройщиками да на сектора на сектора каждый строит свои домики у них по генплану плат парк парка нет до сих пор левенцовка настроиться ну по моему активно с 12 года до этого где-то с 8 года минимум она застраивалась с 8 года то есть я туда одну сколько ездил данных вот с начала десятых да там точно кто-то живет а парка нет при зале тревогу причем застройщик же рекламирует свои жика как что у них есть парка парка вот он только на плане и парк не их не территория застройщика то есть парк город да то есть это вот вот пример как бы комплексного но не комплексного освоения территории город позаботился о том чтобы подвести свет воду там тепло вот к этому огромному участку строительства до город позаботился о дорогах дороги там действительно есть велодорожки тоже есть вот а парка нет город не позаботился это минус в рейтинг вот а вот кстати в рейтинг это огромный минус потому что у нас где-то здесь есть рейтинг сейчас найду зеленые пространства доля населения имеющего доступ к озелененным территориям общего пользования в скобках городские леса парки сады и другое в общей численности населения вот представляете у вас вот рейтинг вот который мы начали обсуждать есть показатель из этого показателя допустим в центре города есть пушкинская все нормально там где-то на северном есть парк дружба в восточной части города есть западный тоже есть доступ населения правда ведь а в люменцовке найдите хоть один парк там ничего нет а население сутану не сотня тысяч там десятки тысяч уже вот тут нас оксайты и обошел может быть то есть может быть по этому показателю но мы не знаем мы знаем озелененные пространства но тут тут мы можем очень хорошо наверстать отставания от краснодара потому что краснодар по озеленению нас побеждает я понятия не имею как я вот смотрел карту краснодара я не понял где у них там зеленые пространства у них там нет может у них улицы более озелененные но вот чтобы увидеть парки ну там надо там нет их просто значит они по улицам считают нет ну то есть вот тут написано леса парки сады вот поэтому вот этот показатель мы должны его наверстывать и сколько мы можем выиграть смотрите озелененные пространство краснодар 42 45 баллов из 60 ничего себе а наш город 32 балла из 60 как так я вот не понимаю вот у них в краснодаре есть один парк галицкого может быть может быть он забирает все другой рейтинг другой показатель который называется разнообразие нет сейчас сейчас разнообразие услуг на озелененных территориях чтобы это значило но может быть у них там такой просто вот гигантский перечень всего что можно делать что нельзя делать во всех ростовских парках но количество парков в ростове вот я вам тут ответственно заявляю что в каждом районе есть кроме левенцовки и вот надо сделать и там парк и добить и добить добить всех остальных да но именно показатель добить я понимаю речь о показателе конечно же безусловно артемий настало время вновь прерваться на музыку послушаем еще одну песню и продолжим нашу беседу разбудильник на финишной прямой друзья с артемием зайцевым говорим о благоприятной среде и комфортных условиях жизни в городах ростовской области в этом завершающем блоке предлагаю на артемий поговорить о том какой образ у донских городов их визитных карточках понятно что на лицо области это донская столица с чего начинаете вы представляете себя как ростовчанина как я прихожу говорю я с ростова у нас язык такой с ростов у нас есть река дон у нас есть вузы у нас есть промышленность у нас есть вот это вот все все что мы любим но вообще говоря ростов это торговый город прежде всего и к сожалению он утратил статус зеленого города советское время он был очень зеленый вот так ну как бы мы уже не используем термин ростов папа мы уже культурные очень культурные и у нас если что-то где-то нарушают делают вид что все правильно вот причем нарушают много где и чего народа у нас все по закону как будто вот мы культурные люди культурно себя ведем оксай в рейтинге выше значит у него особенная визитка должна быть он старше ростова оксай когда хотели присоединить к ростову они сказать нам же старше ростова как так мы станица оксайская вон с какого-то там 1600 какого-то года или 1500 но по факту они были станицы они городом не стали они потом стали но после ростова вот но все равно оксай во первых они называют основан в них знак стоит на въезде в город потом у них есть очень хорошие музеи почему-то я вот тут не ожидал просто там хорошо там можно пойти посмотреть вот 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 то что маленькая маленькая историческая часть от города вот то что осталось улица гулаева и и там почта станция а они на автомузее еще пушкин приезжал оксай то есть ростов он не приезжал оксай приезжал досада не заехал в ростов не за я был рядом мы можем гарди вроде как в нахичеване был но в ростов не заехал не заехал хорошо двигаемся дальше таганрог на всем казалось бы понятно родина чехова родина чехова город основанный великим петром первым порт вот этого может казаться до самого но должна же быть новизна город курорт вот сейчас они ну сейчас городская во время областной администрации его развивают как город морской как город-курорт как гостиницы туда очень классно ездить я там был не и там недорого то есть относительно всего черноморского побережья да есть огромнейшая культурная составляющая там можно по музеям ходить несколько дней там все не посетить ну и естественно там архитектура там знаете ростов потерял такую штуку как статус у города исторического поселения а таганроге и азове этот статус есть историческое поселение это значит что в центре города нельзя ничего сносить и строить это замечательно хорошо то есть таганрог с каждым годом становится все более таким аутентичным и на как сказать ну исторически ценным и ценным а ростов вот это разрушает и как бы знаете как наш мэр лагвиненко говорил ростов цен ростов развивается и застраивается и на месте старого исторического центра будет новый исторический центр новым историческим он будет еще 150 200 лет не при нашей жизни ну и новочеркасск кстати новочеркасску очень повезло они бедный город они смогли сохранить вот этот исторический центр в отличие от ростова не застройки вот там прекрасно просто столица мирового казачества столица мирового казачь с этим не поспоришь но там архитектура вся осталась это для меня удивительно как она осталась если все внимание там ростов на таганрог на азов там старо черкасскую как там новочеркасску в таких условиях не 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 застроил все какой-то гадостью удивитель заслуга власти города ну может быть может быть мистера жатов и горожан которые любят свой город и оберега но они сохранили сохранили при том что у них там проблем целая куча да хорошо все визитные карточки городов мы не успеем обсудить нашем эфире потому что он уже приближается к завершении все-таки хочется услышать от вас версию про батайск и красный сулин ну что батайска в батайске был мне в батайске не понравилось но все-таки как визитная карточка хотелось бы чтобы туда ехали ну там вот что меня провести желание мое как журналиста а вы как человек объективный я как объективный человек а туда прибыл попал в 90-е годы как ростов-на-дону в 90-е годы представьте себе вот такой вот вот для вас может не бросается в глаза меня бросается в глаза дело в том что с 16 года власти обязаны делать доступную среду в батайске до сих пор очень мало пандусов даже зато там нет электросамокатчиков представляете то есть вы вы приходите в город гуляете по парку там парк прекраснейший с высоченными деревьями там вот это у них осталось то есть их не рубили и нет электросамокатов вот это лави для пешеходов это огромнейший плюс ну вы же приедете в батайск гулять там есть где гулять там там на общем фоне все как-то вот не очень ну вот я говорил пандусов даже нет элементарно то есть местные власти не озабочены вот ремонтом тротуаров чего-то приведения в порядок у них бюджет маленький но вот что касается деревьев гигантских больших пойдите в центральный парк там там хорошо и нет электросамокатов там вот вот меня это просто потрясло я вот я вот думаю где они где они где они их нет то есть визитная карточка батайская без самокатная зона да но на самом деле он плоский там на велосипеде шикарно кататься просто у них нету прокатов сервисов электросамокатов собственно у нас же проблема не из-за того что у людей есть электросамокат или нет а то что есть сервисы электросамокатов. Вот эти сервисы, они до Патайска еще не дошли. Давайте не будем педалировать, а то они там появятся, и жители нам скажут отнюдь не спасибо. Все-таки Красный Сулин, буквально два слова, эфир у нас заканчивается. Красный Сулин, честно, не был там, не знаю. Я знаю, что очень Новошахтинск развивается. Для меня это самое удивительное событие. Вот в этих рейтингах Новошахтинск на последнем месте, ближайший город, но последние события, то, что там транзит через него в ДНР и прочее, городом стали заниматься очень активно, развивают Новошахтинск, а Красный Сулин, ну, чуть-чуть рядом, с севернее, то есть его это даже не затрагивает. Он такой отдельная бывшая шахтерская территория. Просто шахтерская территория. Да. Артемий, я благодарю за то, что вы ранним утром пришли к нам в студию. Прежде чем попрощаться с нашими слушателями, я еще раз благодарю вас, и слушателей ждет еще погода. Спасибо.